Всем привет! Вы на канале Форд Мак, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим топ худших стандов во вселенной Джоджо в исполнении от Звездного Капитана. Да, на самом деле удивительно увидеть видео по Джоджо от Звездного Капитана, хотя по-моему он уже делал о самых страшных или самых жутких стендах, но в принципе по худшим стендам это очень субъективно, потому что даже об этом говорил Дио в шестой части, что довольно странно, учитывая его высокомерность, но почему-то Араки именно в шестой части решил его раскрыть поглубже в разговорах с Пуччи. Но давайте уж посмотрим, какие же самыми худшими стандами являются, по мнению Звездного Капитана. Ну что же, поехали! В данном видео я расскажу вам о самых глупых, слабых и бесполезных стандах, показывающих в моем манге невероятные приключения Джоджо. Ну, Чиптрик я бы не сказал, что он прям глупый. Эта стиля была черновски смешная, боже. Если вам все понравится, то пушики в форме не заставят себя ждать. Ой, инга, бой, инга, борода! Мушек, форма! Оу, да! Перед началом хотелось бы сделать уточнение. Во-первых, перечисленные станды или стенды, собранные исходя из моего видения обсуждаемого вопроса. Как бы сказал Тимия Сутандо. А потому, если вы знаете, какой-нибудь глупый или бесполезный на ваш взгляд станд, напишите об этом в комментариях. Желательно спояснись, почему именно вам так кажется. У меня уши режут, когда я слышу, блин, акция не японца. Типа, Чоди и Джоста, вот этот перебор. Во-вторых, понятие слабой касательно стандов не совсем правильное. Даже скорее субъективное. Каждая из них обладает разными качествами, которые могут пригодиться в определенной ситуации. Кстати, в одном из выпусков манги вопрос о самом слабом станде был задан лично Дио Брандо, который уж точно знает толк в подобных вещах. Черт его покраска, шо я и шо я. Почему они нарисовали это днем? Вот серьезно. В 1982 году во Франции произошел один печальный случай. Группа из шести человек отправилась прогуляться в горы, но в итоге все ее члены заблудились и погибли. Расследование выявило, что все участники экспедиции попросту поубивали друг друга. Они ломали кости, вырывали глаза и выливали зубы. Немножко почему-то, знаете, такое, когда читал вайп, а перевал и дятлало. В конце концов, после этой бойни в живых остался всего один человек, но его раны были настолько серьезными, что он был даже не в состоянии идти, вследствие чего и умер через несколько часов. До этих жутких событий группа остановилась на ночлег в небольшом охотничьем домике. Одна из женщин стала оскорблять владельца за неприятный запах, исходивший от его потного тела. Охотник разозлился, но гостям ничего не сделал. Вместо этого его злоба породила крошечный электрический сигнал в его мозге, который затем распространился по всей нервной системе. Затем он перешел на землю и стал тем самым сувайвером. Электрический импульс земли попал в путешествующую группу. И дальше уже начинается экранизация. Сам по себе этот сувайвер не атакует. Он вообще толком ничего не делает. Он не наносит повреждения, не контролирует людей, не может заставить их уснуть и так далее и тому подобное. Все, что делает сувайвер, так это заставляет людей быть агрессивными. Никакой другой пользы от него вы не получите. Да, но зато устроить бойню в толпе шикарный стенд. При этом жертва сувайвера начинает наносить удары такой силы, что не только ломает кости противника, но и даже свои собственные. Помимо этого, чтобы попасть под воздействие этого станда, нужно наступить на влажную поверхность, через которую ваше тело и должно будет передаться электрический импульс. Если знать о подобной тонкости, то и жертвой сувайвера вам стать не получится. А если у владельца этого станда под рукой не будет воды, то все становится еще проще. Ну да, много условно, на самом деле. Следующим у меня идет чип-трик. Эта тварь легко могла бы попасть в ролик про самых жутких стандов. Ну и в сегодняшнюю тему она вписывается просто замечательно. Обычно станды должны приносить хоть какую-то пользу своим владельцам. Даже тот же сувайвер при грамотном использовании может создать неприятную ситуацию для ваших противников. А вот чип-трик своего владельца попросту убивает. Попав на спину человека или животного, он пытается любыми способами вынудить их развернуться. И показать эту самую спину кому-нибудь еще. Как только это происходит, чип-трик убивает своего носителя. Высасывает всю его жизненную энергию и перемещается на спину смотрящего. Затем цикл повторяется. Ох, слава богу, здесь нет озвучки Person 9.9. Это бесполезно и не все-таки какой пользы для человека. При этом эту маленькую мразь невозможно снять. Любые попытки приведут к получению носителем серьезных травм вплоть до смерти. А все потому, что он становится частью своего обладателя до самой его гибели. Так сказать, дополнительный стенд. Убежать от этого станда также нельзя. Он всегда будет появляться на вашей спине. Интересно, как получается, что чипа никто не видит, кроме его носителя. Из-за этого у окружающих может сложиться впечатление, что человек попросту спятил. Ведь, чтобы избежать смерти, он должен будет все время прижиматься к какой-то поверхности. Плюс этот адский ленивец постоянно и безумолку разговаривает, сводя своего обладателя с ума. Общаться он также может и с окружающими. Но не только с простыми людьми, но и даже с животными. Таким образом, чип-трик может вынудить кого-нибудь напасть на своего носителя. Тем самым... Ну да, я длевая тварь на самом деле. ...вотвыть свою спину для посторонних глаз. Нанда то крэ... Далее в моем списке идет Фан-Фан-Фан. О, да ладно, из манги даже? Который может помочь в убийстве противника. Ну да, здесь очень много условностей, чтобы он сработал. ...весь свой потенциал, нужно приложить немало усилий. Основной принцип работы Фан-Фан-Фан на контроль жертвы, имеющей свежие раны. Видно, что буквально через пару дней закончится Джиллион. ...расколками или гвоздями. Вокруг раны образуется кровавый символ. После этого раненая рука или нога попадает под контроль владельца Фан-Фан-Фана. Это открывает для него разные возможности. Например, захваченной рукой можно ранить другие конечности, получив тем самым полный контроль над движениями. А можно просто убить свою жертву ближайшим острым предметом или даже задушить. Как же хорошо красили в начале швейшо, а потом такое говно началось. Вот серьезно. Обидно, что покраска так скатилась. А вот рисунок хорош. Другими словами, в чистом поле владелец Фан-Фан-Фана будет делать по сосамбу. То есть, чтобы все спланировать, нужно расставить ловушки. Например, раскидать в тапочки кнопки или стекла. А для этого сперва нужно пробраться в квартиру своей жертвы. Чуть позже по сюжету, что в ранах пропало. Но Фан-Фан-Фан все еще должен был находиться над своей добычей. То есть, опять же, идеальный стенд для какого-нибудь домушника, который живет в квартире. Идет Хнума, его пользователь Аинго. Друг от друга они неотделимы. Способность этого стенды заключается в изменении... Тут такое себе, на самом деле. Изменению подлежат вес, рост, запах и голос. Я обожаю это синим мотивом. Просто обожаю. Но на этом его полномочия все. Никакими боевыми способностями Хнум не обладает. В целом, конечно, полезно, если нужно ограбить квартиру или банк. Но обмануть человека, не обделенного интеллектом, будет уже проблематично. Без длительной подготовки и изучения жертвы. Рано или поздно у окружающих... Не, ну, знаете, идеальный шпионский стенд. У вас сломанные кости. Не шибко-то полезен и тот стенд брата Аинго по имени Баинго. Он может предсказывать будущее, но делает это через жопу. Не в прямом смысле. У Баинго есть книга с пустыми страницами, которая со временем заполняется рисунком, и с последующими ближайшие события. Предсказания хромают на детальность. Прекрасные конечные заставки. Что делает использование ТОТО крайне сложной задачей. Плюс, если не делать того, что написано в книге, можно ожидать сурового наказания. А если делать, то можно отхватить еще сильнее. Короче, делаешь не получится. Не делаешь все равно. Встречайте, Highway to Hell. Способность у него просто замечательная. Он позволяет наносить жертвы такие же повреждения, которые получает и владелец станда. То есть, если вы обладаете Highway to Hell, и хотите, например, сломать палец противнику с помощью своего станда, то для этого вам нужно всего лишь сломать свой собственный пальчик. Ну а чтобы убить своего врага, вам нужно будет убить себя. Это еще хорошо, что владелец Highway to Hell оказался склоном к суициду психопатом, а потому выпиливать самого себя. Понимаете, что у него такой стенд? В удовольствие. Во всех остальных случаях указанный стенд будет полностью бесполезен для своего адекватного владельца. Да уж. На очереди у нас Superfly. White to Hell такая версия на Ториус Бига. Только вам не нужно умирать. Просто, все в хардке себя. Из себя Superfly представляет высоковольтную линию электропередач. Его плюсом является почти полная неуязвимость к урону. Получая повреждения, он просто поглощает их, а после перенаправляет обратно в сторону атакующего. Однако, самым неприятным моментом этого станда является постоянное заключение внутри своей конструкции хотя бы одного человека. Причем не обязательно его изначального владельца. Благодаря такому пленнику Superfly поддерживает себя, поглощая его энергию. Покинуть пределы вышки невозможно. Если человек попытается это сделать, то он довольно быстро превратится в кусок стали. После чего он станет частью конструкции. Зато какая красотища. Я любитель стимпанка. Если в пределы станды войдет еще один человек, то изначальный пленник получит возможность выйти. Правда, новичка будет ожидать участь бывшего владельца Superfly. Также, если не обеспечить себя постоянным источником пищи, то жизнь такого заключенного будет довольно короткой. Такая себе участь. Да уж. Жареный огурец. Следующим идет Catch the Rainbow. Владелец этого станда получает возможность контролировать дождь. Блин, обожаю эту композицию. Ну, главный минус дождь. Помимо этого, Catch the Rainbow позволял владельцу, так сказать, растворять частично или полностью свое тело. Так, например, он мог отделить часть своего лица и кого-нибудь укусить. Или вовсе полностью превратиться в воду, чтобы быстро перемещаться или же избегать повреждений. К несчастью для Блакмара, у его станды был один огромный недостаток. Он мог использовать свои силы лишь тогда, когда на улице шел дождь естественного происхождения. Круто на самом деле. Станд отчасти. Во время ясной погоды или в помещении, Catch the Rainbow становится полностью бесполезным. Но не прощу, что случилось с Маунтин Тимом. Не прощу, сука. Закончить рассказ хочется двумя довольно странными стандами. В первом идет Теннер Сакс. Он может создавать иллюзии, генерируя... Которую мы, по сути, увидели лишь один раз и все. Полезность под большим вопросом, ведь иллюзии касаются лишь визуальной части. А потому любое существо с хорошим обонянием в два счета определит положение владельца Теннера Сакса. И сделает из него фрикассе. Вторым странным стандом выступает Хэл Е. Единственным его умением является подбадривание своего пользователя добрыми словами и разными советами. Ну, хотя бы голова остается на месте. Зато какой куш получил Поколока. Ставьте свое Яра-Яра Дазе Верх. Спасибо и помните, что мужики в форме в Джоджо это нормально. Во всех же остальных случаях... Парень Костин. А снять, кто ты без него? Гений! Декабрист! БДС-щик! Оу! Станда! Во-первых, перечисленные станды или стенды собраны исходя из моего видения обсуждаемого вопроса. Ваше мнение может отличаться. Потому что если вы знаете какой-нибудь глупый или бесполезный на ваш взрыв... Они ломали кофе, вырвали глаза и выбивали жубы. Жубы! Жубы, мои жубы! Жубы! Однако, чтобы создать ситуацию, в которой он бы смог показать... Бывает. Не шибко-то полезный тот старый брата Аинга по имени Баинга. Баинга. А брата Говнинга у них нет. Ну что ж, неплохой такой списочек у извозного капитана вышел. Да, в физическом плане, именно в боевом, они слабы. Действительно, они ничтожны. Но! Каждый из этих стендов можно использовать реально в уникальных ситуациях. Они будут работать просто... Идеально. Фан-фан-фан идеально подойдет для того, чтобы убивать жертву в такой небольшой квартирке. Просто, опять же, поранить каким-то образом и управлять им как угодно. Тот же, например, стенд Кнум у Аинга. Идеально подойдет для шпионства. Серьезно, просто замаскироваться, изучив жертву, и спокойненько выполнить операцию. Опять же, каждый из этих стендов хорош. Тот же Сурвайвор. Блин, его реально просто во время дождя кинуть, блин, в какую-нибудь толпу во время концерта. И настоящий геноцид случится. Да, жестко, но идеально же работает. Какой-то, я не знаю, злой гений, мать его. Мне бы такой станд... Я буду просто сидеть и решать кроссвордики, попивая чаек и угощая своего станда. Если он любит чай. Но, в любом случае, ставлю Звездному Капитану респект. И за Хандо лайк. За Хандо. И жду, опять же, новых роликов. Надеюсь, по Джорджу что-нибудь еще будет. А там есть кое-какие темы, которые можно обсудить в формате таких видосов. В общем, ждем-с. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании. Поддержи канал Монеткой. И обязательно зайди на канал Звездного Капитана и подпишись. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok